И вот в это дупло мы ложим орешки. Посмотрите, вот здесь грецкий орех в скорлупе, что для белочек, фундук. Любовь Полякова живет в нескольких кварталах от парка, но ходит сюда буквально каждый день. Любую погоду, дождь идет ли, снег идет ли, морозы в 38 я ходила, а у меня муж говорит, ну ты куда? Я говорю, ну им же холодно. Еда помогает белкам, а их в парке сейчас, по наблюдениям специалистов, две особи – пережить морозы. Раньше, вспоминает Любовь Николаевна, животных было больше, увы, они разбегаются. Причина – недостаток жилплощади. Селятся белки в старых дуплах и кронах старых деревьев, а большую их часть вырубил несколько лет назад один из прежних арендаторов парка. Решить проблему призваны вот такие домики, бельчатники. Артем Старыгин живет неподалеку и решил по-своему помочь грызунам. Правильные домики, правда, сделал лишь со второй попытки. Мы первый раз не учли въезд белки, и домик немножко распадался. Мы укрепили его специально, ну и адаптировали, как его прикрепить на дерево, в специальные такие места, где не достанет человек или какой-то хищник. Домик лишь на первый взгляд мало чем отличается от скворечника. На самом деле и диаметр отверстия здесь особый, и форма в целом. Делали бельчатники по проекту орнитолога-биолога Алексея Эбеля. Ученый объясняет, во всем мире в парках принято устанавливать самые разные домики для животных и птиц. Тресогузочники, горехвосточники, домики для пищух, ну и всем известные скворечники. Есть малый синичник в парке, можно, я думаю, что у нас повешать, ну типа в 10, скажем, домиков. И может быть мы даже этой весной это сделаем. Два бельчатника установили на центральной аллее. Если животным они приглянутся, то следующие домики начнут появляться в разных концах парка. И тогда, надеются, активисты-белки не будут убегать из парка, а наоборот потянутся сюда. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.